Около 300 человек эвакуировано. Затоплены дома, закрыты дороги. Несколько фур водой смыло с трассы в Кювет. Таковы результаты паводков Карагандинской области за минувшие выходные. На этой трассе, близ поселка Аксуа-Юлы, из-за перелива в Кювет сошли несколько фур. Край дороги пытались обозначить столбиками, но течением их смывало. Поэтому живыми метками, стоя в ледяной воде, пришлось стать полицейским. В районе объявили режим ЧАЭС. Из-за размывов дорожного полотна и переливов через дороги в выходные было закрыто 10 участков дорог. На сегодня остаются 5, в том числе 2 республиканских. Пришлось раскопать часть нового автобана Караганда-Балха, чтобы пропустить воду, и республиканской трассы Бастау-Актау-Тимиртау. На закрытых участках скопился транспорт. В Аксуа-Юлы активисты организовали ауза-шар в мечети для пассажиров автобусов и водителей. Волонтеры также раздают еду. Жители поселков также кормят спасателей и военных, которые перетаскивают на себе тонны песка в мешках. Спасибо им большое, потому что это очень тяжелый труд предстать и постоянно находиться в воде. Я уверена, что у всех парней мокрые ноги. Отрезано село Шопа. Жителей при необходимости переправляют спасатели. В поселках Кайракты, Аксу, Красная Поляна, Дересал потоплены 40 домов. Эвакуированы 292 человека, из них 114 детей. Всех отправили к родственникам. В один день вода поднялась. Мы здоровье потеряли. Сейчас скитаемся, не можем дома находиться. Здесь невозможно жить. Что я один могу сделать? Везде грязь. Пожалуйста, мы просим, чтобы нам помогли. В Караганде тоже до сих пор откачивают воду в домах в разных районах города. Как частный сектор, так и многоэтажные. В Тимиртау без питьевой воды остались жители правого берега. Из-за паводка оказался поврежден водовод, находящийся в русле реки Нура. Прокладывают временный водопровод. Жителям подвозят воду машинами. Уважаемые тимиртауцы, из-за возникшего вчера технологического нарушения на участке водовода, обеспечивающего питьевой водой жителей правого берега, мы были вынуждены временно приостановить подачу питьевой воды в этот район. Принимая во внимание последствия сложившейся ситуации и руководствуясь нормами действующего законодательства, мною объявлен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы предотвратить затопление поселков, на реках активно начали взрывать лед. С водохранили сбрасывают огромные объемы воды. Жители ниже лежащих поселков просят быть готовыми к эвакуации. Сегодня часть эвакуированных жителей начала возвращаться в свои дома. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.